Приветствую всех, с вами Феномен, вышло новое дополнение, а значит время обновить наши бюджетные колоды. Так как я думаю, что многие старые игроки вернулись в игру, да и новые появились, я думаю, тоже, то сегодня мы посмотрим, чем можно поиграть, потратив почти ничего. Бюджетные колоды, в моем понимании, это колоды, в которых нет легендарок и эпиков, а также их цена не должна превышать цены одной легендарки. И сегодня я для вас подобрал целых 9 колод, по одной для каждого класса. Прелесть РЛТ, то есть рыцарь ледяного трона, в том, что многие общие карты можно скрафтить один раз и юзать почти во всех колодах, но они нереально усиливают колоды, особенно бюджетной сборки. А также я подобрал колоды так, чтобы вы могли вставить туда рыцаря смерти, который вам выпал с пролога. Ах да, и еще одно. Не стоит собирать колоды один в один, так как вы смело можете добавить в колоду какой-то эпик или легендарку, если она у вас есть. Я вам дам лишь базу, а как и в какую сторону ее развивать, это уже дело ваше. Первый класс это гроза ладера Друид. На данный момент класс является самым популярным в игре, я щас не шучу. Целая куча развилась разных архетипов, и рампы, тукены, джейды, даже квест Друид заиграл и вошел в топ-10 легенд. Но сегодня я вам представляю бюджетную сборку Мид Друида, ну или Таун Друида, столько названий напридумывали. Стоит он недешево, целых 1560 пыли, но он себя показывает как никогда хорошо. Кобальтовый губитель и Костяная кобыла, эти две новые карты, которые улучшают любую бюджетную колоду. За счет озарения и буйного роста вы очень быстро набираете темп, а потом ставите таунты, которых и пытаемся пробафать через нового крепкого мародера. Вроде ничего такого, но владыка склепа, за которым стоит кобальтовый губитель, настолько круто работают в паре, что можно было бы снять новую часть плохих парней. Да, и в целом кобальтовый страж очень круто входит в эту колоду, так как он прячется за таунтами и бафает понемножечку их. Также колода радует тем, что она очень невероятно сильная против агроколод, так как им будет очень сложно пробиться через кучу-кучу бесконечных таунтов. Да, стоит опасаться инволюции шамана, но и она не всегда помогает. По личному опыту я бы смело крафтил колоду, тем более если вам выпал декана друида, то можно убрать одну чуму защитника холмов или одного друида когтя и дополнить колоду своим рыцарем смерти. Дальше у нас тоже топовый класс, это охотник, и он на самом деле почти не изменился. Это все тот же мидхант, который для новичков является одним из приоритетных классов, так как им проще играть, и он может вполне соревноваться с топовыми колодами, не имея у себя легендарок, ничего такого. Прошлая сборка мидханта буквально не изменилась, но я напоминаю, что до выхода РЛТ бюджетным хантом даже дешевле этого игрок Тоуст доказал, что в легенду можно попасть с бюджетной колодой, и сделал он это как раз на ханте. Так вот, новый хант стоит всего 1240 пыли, и мы сходу опять видим кобылу, и вы ее тут часто увидите, уж поверьте. Но также медвед-акулу, или акулу-медведа, напишите в комментарии, как вы считаете, который неплохо комбится с псарем. Да, его обилка не от всех классов спасает, но это зверь, хорош по статам, и сыгранный в темп он может принести много пользы, как и следопыт. У ханта всегда были проблемы с добором, ок, до нерфа конюка не было. И вот следопыт хоть как-то решает этот вопрос. Что же насчет ДК, то можно убрать или одного следопыта, или смертельный выстрел. Его, кстати, вообще можно убрать и добавить второе, спустить собак, но тут думайте сами. ДК на ханта не испортит колоду, так что смелей, а мы двигаемся дальше. Еще один класс для новичка, это, конечно же, маг, который стоит всего 880 пыли, но показывает себя вполне уверенно. Из изменений, как мы видим, сюда добавилось только кобыла, а так это просто маг на элементалях, до той поры, пока вы в него не добавите своего ДК. Так как если у вас удастся дожить до лейта, то колода заиграет совсем по-другому, а учитывая цену всего, я напоминаю, 880 пыли, по сравнению цена и эффективность, колоду можно поставить в топ крафта, но я бы вам ее не советовал. Лично проверил, лично поиграл, мне, например, не понравилось. Но это может быть далеко вкусовщиной, мне, например, колода контроль гулдана тоже не понравилась, ну, та знаменитая Джекичана. Поэтому у нас еще одна в колодах, в которой уже побольше интересных карт и с энергией, это маг на секретах. И стоит он всего 1180 пыли. Естественно, что ДК в этой колоде смотрится вообще никак, так что если выпал ДК, то прошлая колода подойдет лучше. Дальше у нас колода баф паладина, которой лично мне понравилось играть. Новые праведные защитники или раздражаторы версии 2.0 с бафами работают просто на ура. Также мы видим опять костяных, ну и очень интересный выбор это скилемант. Я бы их сюда даже два добавил. В ваш ход его никто трогать не будет. Посему, если даже вы вытащите хекс или парлиморф, то это тоже неплохо. Если не мату, то да, обидно, но она очень редко появляется в колодах. Но самая главная комба это скилемант и гребнистый скакун. Сам скилемант, то ладно, ну стоит 2-2, ну ничего страшного. А вот в паре со скакуном уже не поигноришь его. И противнику хочешь не хочешь придется призывать 2-6 и 8-8. Ну и еще интересный выбор это доппельгангстеры. Это комба старая, но если кто не знает, то забафанные доппельгангстеры также призывают бафнутых своих братишек. И получается, что вы можете их несколько ходов бафать, бафать. А потом как вывалить на стол, например, на 6-ой мане 3-8-8. Для бюджетной колоды это как вишенка на торте. Ну а если вам выпал ДК, то конечно сыграть его как ОТК эффект будет сложно. Но добавив эту колоду, вы хуже не сделаете. Так как ДК на пале имеет очень крутой бонус, помимо ОТК эффекта. Это рекруты 2-2 и пушк 5-3, которая позволяет вам и похилиться, и контролить стол, или вносить урон в лицо. Там уж зависит от ситуации. В колоде я бы заменил, скорее всего, второй серебряный клинок, или убрал одного заступника авангарда. И добавил ДК. Самая дешевая колода в нашем сегодняшнем выпуске, как ни странно, но жрец. Колода стоит всего 720 пыли, и многие из вас ее знают. Это жрец на забафе существ. Идея колоды проста. Поставил существо, забафал его здоровье, перевел в атаку и ваншотнул на глица. Но колоду очень неплохо подняли с дополнением, так как для контроля и отхила себя жрецу дали карту Астральная Плеть. И такая картишка, сыгранная с нечестивым фанатиком на столе, может помимо того, что убить весь стол противника, так еще и отхилить вас, как Рено Джексон в свое время. Единственная проблема, это лейт, которого у нас по сути нет. Но если вам зайдет все как надо, то он вам и не понадобится, так как даже клирика можно раскачать очень мощно и заваншотить оппонента. Есть два небольших минуса. Это то, что в колоде не очень смотрится декан. Нет, вы его можете поставить, и учитывая, что у вас есть дешевые существа и заклинания, вы сможете неплохо прокручивать обилку. Но вы теряете хороший инструмент отхила существ, но добавляете лишний контроль. Сложно судить, вроде и неплохо, а вроде бы и зачем. Вторая проблема, это крадущийся упырь, который очень стремительно набирает популярность по причине джейд-друидов, и не только. И вот наш внутренний огонь может пострадать от его рук. Темпа-разбойница. Да, неожиданно, но наконец-то легенда, которую игроки продвигали в массы про темпа-разбойницу, сбылись. И я хочу сказать, что я немного охренел. На первый взгляд смотришь и кажется, как это вообще может убивать и выигрывать, а на самом деле может и еще как. Колода, конечно, тупо фейс, но с хорошим заходом она ломает лица, дай боже, и стоит всего 1360 пыли. В отличие от какого-то Миракл, который там за десяточку уходит. Проблема разбойницы в том, что у нее нет средней колоды. Нет, можно собрать типа Джейда или Сензота, но там тоже нужно много пыли, в отличие от этой колоды. В ней так круто все разложено по мане, что ты с хорошим заходом не понимаешь, что происходит. И такой, я победил? Черт возьми, да как это? Как это работает? Поэтому опробовать эту колоду стоит. Единственное, сюда, наверное, плохо зайдет ДК. Хотя, может, я ошибаюсь. Получить лишнее хладнокровие или потрошение, наверное, будет приятно. И сейчас это нормальный выбор. Я не знаю почему, но колода меня удивила своей простотой, а главное эффективностью. Дальше у нас Шаман. И, конечно, это Шаман на Эволюции. Да, тут нету много того, что есть в основной колоде, но это не мешает колоде сжить. Может, конечно, собрать такую некую смесь Джейда и Шамана на Элементалях, и он тоже будет неплохо играть. Но я свой взгляд остановил именно на Шамане за 1580 пыли. Так как это как-то больше подходит Мете, что ли. Да и ДК смотрится в ней намного приятнее. Из интересного тут только Мрачный Некромант. Такая младшая с тестра Доппельгангстера. Зачастую они могут неплохо себя показывать под Эволюцию, но бывает и Вестников Рока приносят. Но вот под ДК заходит на Урак. Как раз четвертый ход Некромант и пятый ДК. Колода неплохая, но лично мне уже поднадоели эти Шаманы на Эволюциях. Да, она хороша, но этот постоянный рандом. И колодой сложно камбэкнуть, если тебе плохо зашло. Да и еще тут нет Инволюции, которая так хороша против Друидах. А их сейчас, ну вы и сами знаете. Дальше Зушка, которую многие начали опять вспоминать, особенно когда нам показали нового принца за две маны. Но у нас дешевый вариант и колода чуть-чуть другая. Тут все построено на поедании своих карт ради темпа. Яйцо Дивазавра может синергировать как с Кровавым Гедонистом, так с Тиродактилем, Кобальдовым Кубителем, ну и естественно с Кобылой тоже. Уму непостижимо, что колода делает, если вам зайдет. Ну вы и сами видите, этот ад в хорошем смысле. Это конечно лютый канцер, но у новичков особо выбора нет. Но мне лично понравилось играть колодой, так как все эти комбинации с поеданием своих карт выглядят вполне прикольно. Единственное, что ДК в колоде будет скорее всего лишним, чем полезным. Так как Зушка в лейте, ну камон, ну как-то не верится. Или вы выиграли до седьмой маны, или у вас скорее всего проблемы. Ну однозначно 1480 пыли будут хорошим вложением. И последний у нас Войн. И он наконец-то, Войн для новичков стал доступным. Нет, он и раньше был. Но пираты, я вас умоляю, я даже говорить не хочу на эту тему. С выходом РЛТ себя очень круто показывает мид или темпа Войн за свою цену в 1560 пыли. Этого парнишку можно встретить даже на рангах легенды. Если вы давно мечтали поиграть на Войне, но вы не могли позволить себе ничего кроме пиратов, то вот эта ДК, это новый шанс для вас попробовать класс Война. Я играл в одной из последних каток дня похожей колодой. Только там был ДК Война, Гнило Морт, а еще пару Эпиков и Лек. Поиграв на этой колоде, я особой разницы не заметил. Не хватало ДК, который, если вам выпал, в этой колоде поднимет ее, ну, совсем на другой уровень. Новая карта Похитительница Душ и Кровавый Клинок хорошо сочетаются. Да все в этой колоде сочетается. Единственное, чего не хватает, это ДК. Его можно запихнуть за место мощного удара, так как в колоде все очень хорошо сбалансировано. И в ней есть все для хорошего матча, учитывая, что мы тратим цену меньше одной легендарки. Надеюсь, вам понравилось это видео и было полезным. Если так, то давайте соберем хотя бы 3000 лайков. Ну и я бы хотел в конце выделить три колоды, которые понравились лично мне. Не знаю, может у меня было просто такое настроение, но в топ можно поставить три колоды. Это, естественно, Друид, так как он, ну, очень силен благодаря бесконечным таунтам. Дальше Чернокнижник со своей взрывной колодой. Да, канцер, но в ней что-то есть. Ну и последний, Войн. Мне, ну, очень понравилось. Это, конечно, не значит, что остальные слабые. Они просто лично мне показались менее интересными. Кстати, хреновее всего себя показал маг. Я не знаю, как так получилось. Может мне просто люто не заходило. Даже темпа рога себя стабильнее показывала. Как так, я не знаю. На этом у меня все. Подписывайтесь на канал, если вы тут новичок. А если тут завсегда ты, то нажимай на колокольчик, да, не забудь. Также можете подписаться на мой второй канал, где я играю во что-то другое помимо Хардстоуна. Ну и подписывайтесь на паблик ВКонтакте. Всем удачи, всем пока.